Приветствую вас. В вашем случае я рекомендовал бы изучить тему любовной зависимости, в первую очередь, наверное. Во втором случае рекомендовал бы треугольник Карпмана, вот, изучить так же. Вот. И самостоятельно поработать с психологом. Вот. Это вот то, что я бы порекомендовал сделать вам. Исходя из того, что вы написали, вот, в своем тексте. То, что касается самой ситуации в целом. Да, вот. Именно самой ситуации. Как таковой. То здесь история складывается из мельчайших деталей. На которые вы сами, возможно, не обращаете внимания. В первую очередь, хочется сказать, что ваша тема, ваша ситуация, мне показалась знакомой. Что это у меня такое чувство, что я уже отвечал вам на ваш вопрос. У меня такое чувство, что я уже работал, ну, как бы взаимодействов с вашей историей. Вот. Скажем так. И мне кажется, мне кажется, что вот этот вот повторный вопрос, он по сути, ну, ничего не дает. То есть вам нужно бы все разбирать именно в личной консультации. Со специалистом. Со специалистом. Вот. Как это видится мне, по крайней мере. Основная идея заключается в том, что вы по неким причинам, которые я сейчас не буду раскрывать. Значит, с 17 лет живете с мужчиной. До этого, скорее всего, вы жили, ну, с родителями, как бы. И я думаю, я думаю, что вы, в принципе, никогда не были одна. Вообще. Ну, вообще не были одна. Никогда. И, соответственно, одиночество вам очень страшно. Вы боитесь его одиночества. Соответственно, коли вы боитесь одиночества, то вот вам один из основных мотивов во всей этой ситуации. Невозможность отпустить человека, как бы ревность. Вот. И так далее. То есть здесь, как ни странно, ключевой аспект это ваша семья. Дальше, следующий аспект это конечно идеализация молодого человека, то есть по сути дела вы никогда реального человека перед собой не видели, по сути дела. По сути дела вы никогда не видели перед собой того кто на самом деле существует, по сути дела вы видели только тот образ желаемый, который хотели видеть, хотели бы видеть, точнее, а он определяется вашими собственными потребностями и желаниями, которые конечно же не удовлетворены, потому что возможно вы даже не дали никакой возможности себе это все реализовать, возможно просто не успели этого сделать. Понимаете, история заключается в том, что человек, который рядом с вами, по сути является олицетворением того, кем вы возможно хотели быть, то есть все чем вы восхищаетесь, молодом человеке, все чем вы восхищаетесь в своем мужчине, в нем этого быть, ну как бы вот в таком гипертрофированном виде не должно. Понимаете? То есть вот вы пишите, что, ээээ, так, он отличается от парней своего возраста, хорошая должность, не употребляет алкоголь, по дискотекам не ходит, в отличие от его ровесников. Окей. Возможно так. Но, подумайте вот о чем, если человек, ааа, значит, не получает удовольствие от жизни, да, то это значит, что он не реализует, не удовлетворяет свои потребности. Это значит, что человек держит себя в руках, чересчур, сильно. Это означает, что, рано или поздно, его желание вырвется на свободу. Вы же считали, что это само собой разумеющееся и ничего с этим не делали. Опять же, эээ, в силу, так сказать, вашего возраста, вы, вероятно, эээ, слабо себе представляете, что такое личные, личные границы, где заканчивается один человек и начинается другой. То есть за своим мужчиной вы, вероятно, видели себя, как, ну, своего рода единое целое, вот, что также является ошибкой. Вот. А, потому что единое целое подразумевает растворение одного конкретного человека в другом, что является неприемлемым для отношений. Далее, смотрите, что происходит. Он начал гадать и не приходить, выпавший с работы на протяжении трех месяцев, при том, что он не употреблял алкоголь три года. А дальше, получается, он его употреблял, но что-то случилось потом, начал курить, а еще скандалил каждый день без повода, устраивал скандалы и винил, конечно же, во всем меня. То есть здесь у нас имеет место быть реакция человека на какие-то внешние факторы. то есть у мужчины появились проблемы, которые он не мог выразить иначе, кроме как через алкоголь. Вот. И проецировал он эти проблемы на вас. Еще неделю назад говорил, как себя любит и планировали будущие поездки. Здесь вы предпочитаете не замечать того, что происходит с вашим мужчиной. То есть вы предпочитаете не видеть того, что с ним происходит. вы предпочитаете игнорировать факт того, что человеку может быть плохо и что у него могут быть проблемы, что ему может быть трудно, тяжело и так далее. Теперь вопрос, почему. И вот лично я полагаю, что происходит это потому, что вы не считаете, что у вашего мужчины может быть что-то плохо. Вы считаете, что у него обязательно может быть все хорошо. Вы считаете, что у мужчины может быть, точнее не может быть никаких проблем. И соответственно он чувствует и знает, что вы так считаете. его видите. И отсюда алкоголь, курение, другая женщина, обвинение вас. Дальше. Для меня это был шок. Пишите вы. И его как будто подменили, но я хотела сохранить отношения, так как не представляла жизни без него. Понимаете, в чем дело. То есть вы хотите сохранить отношения только потому, что его считаете и полагаете, будто бы мужчина является для вас единственным способом и средством к жизни. Без него, без него вы не сможете жить. Как вы считаете, нормально ли это, нормально ли это, что вы не можете жить без мужчины? Не представляете свою жизнь без него? Как вы считаете, нормально ли это такое растворение в человеке? Ответ на этот вопрос искать вам. Летом мы поехали на мой день рождения, а затем в августе к моим родственникам в Италии, мы все еще жили вместе, но он твердил, что больше не хочет быть со мной. Зачем? Почему вы на это все равно были с ним? Я иногда приходил к нему на работу, но он кричал на меня, унижал профессионалей, и я на работе рыдала как дура, так как не понимала, за что он со мной так. Для чего вы приходили к нему на работу? Зачем? Понимаете ли вы, что означает ваш вопрос, за что он со мной так? То есть, это некая такая дерзкая, вопрощающая позиция, за что они так со мной? В этом, это в некотором смысле, правда. То есть, вы считаете, что все дело вас? Вы даже предположить себе не можете, а то, что может быть, может быть, дело не в вас. А может быть, дело совсем в другом, может быть, дело это все в мужчине, а не вас, что вы-то, никакого отношения к этому не имеете, ведь вы вели себя так же, как и всегда. Вот. Поэтому здесь, здесь и здесь, я рекомендую вам на это также обратить свое внимание. Почему вы спрашиваете, за что он так со мной? Потому что это напрямую влияет на вас. Но любовь ли это, если вы хотите сохранить отношения, не сделать счастливым молодого человека, а сохранить отношения, явно видя при этом, что с вами он не счастлив. В сентябре, пока он спал, я нашла в телефоне переписку с девочкой с работой. Вот как вы воспринимаете тот факт, что нарушили тайну личной переписки другого человека? Как вы относитесь к тому факту, что вы взяли телефон другого человека и стали искать переписки? Зачем вы это сделали? Почему вы это сделали? Какие чувства стояли за этим у вас? Это, я полагаю, очень и очень важно. Дальше. Значит, а, я, а, так, тебе нужно отдохнуть, я написал. Ты так много работал, я была в шоке, так как та девочка далеко не в его, не в его вкусе. А, скажите, вы считаете себя действительно вправе решать, за него какая девочка в его вкусе? И вообще, вы считаете, что девушки могут быть во вкусе? То есть, вы считаете, что девушки это вообще кто? Это что? Чтобы быть во вкусе. Да, да, в шоке идёт. Вы пишите, что он красивый, ухоженный, стильный, как это относится к девушкам? То есть, это что, стереотип такой? Что красивый, ухоженный и стильный должен быть только с такой же девушкой? На чем он базируется? Если сказать, что она некрасивая, то это мягко сказано. Опять же, здесь какие-то оценочные суждения. Красивая и некрасивая с точки зрения кого? Какое понятие красоты? У кого какой талон красоты? Понимаете? Здесь очень одномерное восприятие, к сожалению. Дальше он сказал, как таких страшных берут на работу? И вы бы, если бы были повнимательнее, вы бы обратили внимание на то, что он заметил эту девушку. Она при всех своих внешних чертах и качествах олицетворяет собой то, чего молодому человеку не хватает. Все, что вы пишете, это то, что ему не хватает. Понимаете? Для чего вы пишете, какая она? Зачем вы, зачем вы это пишете? Что вы имеете против девушкой роли? То есть, когда вы описываете, что она одевается, например, на секонд-хенде. И что? Что такое? То есть, почему вы считаете, что она человек второго сорта? Не считаете ли вы так, потому что вы относите себя над ней? На каком основании? А может быть, вы боитесь, что вы хуже ее? Или такая же, как она? Да. То есть, постоянно сравниваете себя с другими людьми, обесценивая при этом свои достоинства, свои самобытные черты. Дальше, так, помню, как я сейчас смотрел на такие глаза и говорил, как же мне с тобой повезло. Опять же, здесь некая однобокая, к сожалению, точка зрения. Ибо эти слова, они ничего особо не значат для отношений. Ночью я его разбудила, пишите вы, и попросила все объяснить. Вот насколько вы считаете, это поведение любящих человек ночью разбудить, когда человек спит после работы, я так понимаю, и просить объяснять что-то? Ну, тоже вопрос. То есть, тут нам нужно признать, что вы делаете это для себя. Вопрос в том, для чего для себя конкретно? Так, он сказал, что они просто общаются, она ему нравится, он хотел бы с ней встречаться. Ну, ничего себе, так, откровенно. Тем не менее, откровение – это честность. Честность – это хорошо. У меня такое ощущение, что у вас не принято в отношениях быть честными друг другом. Потому что честность – это как положительные какие-то аспекты, ну, по общепринятным меркам, так и отрицательные какие-то аспекты, ну, тоже по общепринятным меркам. Значит, я вот так. И тут я вспомнил, как она копировала мой стиль одежды, как лайкала мои фотки, как говорила мне привет. Хотя точно, лично мы знакомы не были. И что, почему вы это сказали? Я сказал, что больше не могу это терпеть, он ушёл. А что именно терпеть? Терпеть вы не можете. Опять, вы не предложили молодому человеку разобраться с тем, что происходит. Вы не предложили мужчине, как бы, определиться с тем, что не хватает ему. Так. Я всё ещё была слепой дурой. Да, тут идёт обесценивание. Я его продолжала любить, а он говорил, как меня ненавидит. А как проявляет ваша любовь? В октябре я нашла с работы, он регулярно ходил ко мне. Вы позволяли ему? Зачем? Я спрашивал, почему приходишь и ненавидишь меня так? Ну, и постоянно, что её он тоже не любит, даже не ходил. Ну, и понятно, что он её тоже не любит, даже не ходил бы ко мне. Здесь вы уже решаете за него. Что тоже является домыслами, догадками и так далее. Так достается фактом, что вы не отвечаете за свои слова. То есть, мужчина ушёл, вы сказали, что больше терпеть не намерены. Он ушёл, вы его приняли, как бы, позволили ему приходить к себе опять. Так, значит, так, сказала, что дам ему шансов исправить. То есть, тут вот как-то последовательность вообще не соблюдается, да? То есть, вы, значит, вначале говорите, что, значит, не хотите больше терпеть, да? То, что, ну, то, что происходит. А теперь вы даёте ему шанс. То есть, как-то вот не последовательность поведения. Как можно воспринимать вас всерьёз, если вы так быстро меняете своё решение? Опять же, что значит всё исправить? Шанс вы дадите. Понимаете ли вы, что дело здесь не в шансе и не в том, чтобы исправлять, а в том, чтобы слышать то, что нужно мужчине. Слышать его интересы, его взгляды, его желания, его потребности. То есть, не ему исправлять что-то нужно, а вам обоим. Он сказал, что никогда со мной не будет, был так уверен. Я всё терпела. Что именно терпела? Без него было невыносимо трудно. Чем? То есть, понимаете ли вы, что это ненормально? Что без него было невыносимо трудно? Понимаете ли вы, что это уже ваша личностная проблема? Что вам нужно либо признать, что вы от человека зависимый и согласиться на все его условия, лишь бы он был с вами и быть зависимым от него. Либо становиться независимым и строить отношения на других условиях. Но тогда без него вам, то, что вам без него трудно, это означает, что вы растётесь, вы развиваетесь. Я видел в своём итоге, но, видимо, его гордо взял вверх. Но, опять же, вы, как бы, про него здесь говорите, это всё домыслы и догадки. Я сказал ему, что он перестал с ней общаться, и что мы попробовали заново, и ночью зачем было расставаться, что всё равно разговаривали, вы делали с калатой, и скажите. Так, а что делали вы, чтобы не разговаривать и не видеться? Это такое ощущение, что вы просто пугали его расставанием, но всё равно позволяли себе взаимодействовать с ним, и потом не основываясь на этом, делали попытки отношения вернуть. Представляя всё так, представляя всё так, что он должен был что-то делать, прибегая к запретам, то бишь к манипуляциям, то бишь к игре власть, то есть к контролю, то есть к переносу ответственности на него за вашу безопасность. Так, что мы попробовали заново. Это миф. Заново попробовать вы не сможете, потому что отношения есть, опыт есть, но никакого заново быть не может. Может быть только извлечение урока, анализ выводов и коррекция поведения. Значит так, она это очень негативно восприняла, начала писать вам постоянно звание, даже при том, что знала, что он вернулся ко мне. Откуда она знала, что он вернулся к вам, если даже я, читая ваш текст, не знаю, что он вернулся к вам? Никакого факта возвращения его к вам вы не пишете. Может быть вы сами решили, что он вернулся к вам? Но человек ему на работу приходит поговорить, я решил ей написать, чтобы не лезло к нему и оставил нас такое. Опять же, здесь классический пример того, как путают причину и следствие. Здесь классический пример проявления драматического треугольника Кармана, когда вы, именно вы считаете, что все дело в ней, а не в вас и не в вашем молодом человеке. Не будет ее, появится другая, если вы ничего не будете делать со своими отношениями. Так, ну здесь классическая история, значит, обмен, так сказать, любежностями, как это говорится. На тот момент мы уже съехались и жили два месяца вместе. А что решили-то? Ну вот съехались и жили два месяца вместе. Хорошо. А что решили? Какие выводы сделали? Обговорили ли вы то, что не так? Как чего? Не понятно. Честно, я даже не думал об этом. О чем? Никогда в жизни не подумал, что он на такое способен. На что? Да есть такие, как она ему нравится. Это нормально, особенно если учесть, что мужчина живет в неком таком стерильном мире. Он все подтвердил, что именно. Он и не собирался мне рассказывать, и не хотел, чтобы я в нем разочаровался. Вот. Вот. Мужчина не хотел, чтобы вы в нем разочаровались, скрывал свои чувства и, соответственно, из этого у него начались проблемы. Это означает, что вы друг друга не принимаете. По крайней мере, вы своего мужчину не принимаете точно. Если бы не наш разговор с ней, то я бы этого никогда не узнала бы. Дело не в этом. Дело не в том, знали бы вы или нет. Дело в том, что вы своего мужчину идеализируете. Дело в том, что вы перекладываете на него часть ответственности за себя. Той, которую перекладывать нельзя. Отверли все проблемы. Я сразу же посылал к гинекологу. Так, он даже не думал о последствиях для моего и его здоровья. Ну, это классическая история. Мужчины, опять же, как на которого слишком рано и слишком много взвалили ответственности. Я была из тех девочек, которые никогда и ни за что бы не просили измену. А из тех, кто никогда бы не изменил. Так как он таких просто ненавидит. Ну, вот понимаете, какая-то, короче, детская позиция. То есть, никогда бы не просил измену, никогда бы не изменил. Знаете, чтобы никогда не изменять, нужна определённая позиция. Жизненная. Вот. Понимаете? Вот и всё. То есть, жизненная позиция, не знаю, убеждение, не знаю, не просто какие-то принципы. Иначе, рано или поздно, этот принцип, он станет мешать. Ну, и как вот вы? Не простили измену? Спросили же. Получается. На прошлой неделе она снова вернулась к нему на работу. Да, то есть, вы изменили себе. Вы так нормально, так редко, изменили себе. Отлично. Как вы к этому относитесь? И как вы это восприняли? Какое это значение для вас имеет? На прошлой неделе она снова вернулась к нему на работу. На администратор ресторана, на повару. Руба работает без выходных. Она дальше и дальше пытается с ним говорить. И что? Честно, он очень изменился и говорит, что хочет стать мужчиной. Это здорово, но моя вопроса, зачем? Почему он ему это говорит? А то вы считаете, что он не должен? Говорит, что он не может зависеть от своего поведения, как будто это делал не он. Правильно, то есть, человек не признаёт свои желания. Всё как в тумане, а мне просто хочется знать правду. Правда вам ничего не даст. Потому что вам не правда, не правда, я не знаю, а изменения в себе. Просто уже много читала на эту тему, а что именно читала? Что нужно найти причины, чтобы их устранить, а он сам не знает их. Понимаете как? Вы в себе сприва разберитесь, а ему будет проще разобраться с собой, если вы будете, если вы разберётесь в себе. Пока вы себя идеализируете, пока вы видите только одну свою сторону и не видите другой стороны, пока вы в себе не принимаете свои недостатки, сравниваете себя с другими и считаете, что ваш мужчина это идеальный мужчина. И он не изменится тоже, он не поймёт в чём дело. Потому что вы жили в этой среде. Я его полностью устраивала, как он говорит, но тогда в один момент его как подменили. Потому что полностью устраивать невозможно. Всегда есть что-то, что не устраивает. Это некий идеальный мир, которого не существует. Так как сейчас он на работе и вместе с ним я очень переживаю. Заметьте, вы переживаете. Вас это беспокоит. Вопрос только в том, что именно. Он говорит, что больше так не сделает. Вообще не понимает, как такая она могла ему понравиться. И сейчас благодарит меня за то, что спасла его, как он говорит. Это логический треугольник Карпена. И сейчас. Сейчас я ему не очень верю, хотя он изменился. Вы не очень верите, потому что он вас разочаровал. А такого мужчину вы принять уже не готовы. Но самое интересное, что его поведение вскрыло ваши черты. Понимаете, ваши негативные аспекты. Ваши страхи. И нарушил ваш идеальный мир. И поэтому вы теперь ему не верите. Так, он говорит, я хотел бы, чтобы он приходил со мной к психологу. Но он отказывает. Ну, вы сперва сами приходите к психологу. А потом уже, может быть, что ты про него говоришь. Говорит, что хочет забыть все как страшно все. Ну, это детская позиция, это так же как его. То есть, по сути, вот вы его детская, как говорили вверх. Но ведь она на работе каждый день. Видно, ведь она на работе каждый день. И ему напоминает об этом. Ну, и что? Это его выбор. Опять же, как это все относится к вам? Ага, значит, даже после того, как он ее использовал, опять вернулся ко мне. Продолжайте ему лайкать наши совместные фотографии. Ну, соответственно, вопрос в том, а почему вы и приняли мужчину после того, как он вам изменял. Вот почему вы и приняли, потому и она себя так ведет. У меня до сих пор куча вопросов, на которые нет ответа. А, например, к чему сводятся все вопросы? За что он так слабый? Все вопросы сводятся к тому, что для вас означает данную ситуацию. И что вам нечего противопоставить этой ситуации, верно? Вы хотите обрести безопасность, вы хотите обрести контроль. Не за счет правды, а не за счет себя. Своих ресурсов. Я страдаю от чего, вижу, как он если не старается меня поддержать, но говорит, что если бы у него были ответы, то он бы мне их дал. Все очень просто. Вы страдаете из-за себя. Не из-за него. Из-за себя. Ладно. Вот этот случай, конечно, поступил не очень хорошо. Я согласен. На 50% ответственности лежит на вас. Такое впечатление, что все сто. Вы передали. Передали. Ему. Так. Но, говорите, что если бы у него... Так. Все-таки это не один раз. Я изменял он регулярно у нас дома. Инициатором была она. Он был пьяный. Она сказала, что хочет его. У меня тогда как раз дома не было. Он воспользовался моментом. Все, говорит, что очень жалеет. А почему? Как вы думаете, почему? Почему это произошло? Почему это стало возможным? Но я не верю, что знаю человека больше 6 лет. Вы этого не знаете. Знаете, просто не хотите признавать. Не хотите признавать, что того, что у вас есть, недостаточно. Для того, чтобы мужчина не изменял. Не хотите признавать тот факт, тот факт, что в этой жизни нужно надеяться на себя. А не на других. Просто не знаю, или я в силах что-то предпринять, чтобы такого не повторилось. Так как изначально все было хорошо. И я даже ни о чем не подозревал. Не очень понятно, что вы здесь написали. Просто не знаю, или я в силах что-то извинить. Вы в силах. Вы в силах. Вы в силах. Личная консультация с психологом позволит проанализировать отношения и аспекты, выявить, что мужчина может не удовлетворять. Но самое главное то, что это вы. Самое главное, это ваше давление на него. Так, стоит ли уговорить его, уговорить, ходить к психологу, объяснить, что это важно или лучше больше не выращивать? Нет, если он отказался, лучше не надо. Поставлять не нужно. Сейчас боюсь поехать домой к бабочке, маме, боюсь оставить его одного, но так нельзя. Боюсь снова предать. Ну, понимаете, это уже недоверие. А недоверие, потому что нет доверия у вас к себе. Ну, поедете вы. Ну, оставите выводу. Ну, если предать, значит, человек не важно. Значит, он по прежнему не удовлетворял. Значит, есть зачем работать. Вот и все. Если у него есть к вам чувства, то любовь, по сути, с мотиватором для перемен. Если не хочет меня, значит, не так сильно любит. И уже вам решать, готовы ли вы быть тем, кто у вас недостаточно любит, чтобы хотя бы не причинять объективный вред. Или нет? Что вы посоветуете мне делать в данной ситуации? Спасибо. Что делать, чтобы что? Какая цель? Изменить его, это одно. Схранить отношения, другое. Изменить себя, это третье. Что конкретно хотите? Определите, пожалуйста. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!